Буквально на днях вышел специальный репортаж, где было интервью врачей. В частности, комментировалась вакцина Pfizer. И эта тема многим обсуждается в Израиле здесь. И сегодня я предлагаю вам послушать интервью одного из докторов, которые комментируют, что сейчас происходит у них в лабораториях по их исследованиям. Поэтому давайте, пожалуйста, послушаем, что говорит доктор по иммунным системам, как влияет сейчас вакцина на привитых людей. Давайте послушаем, друзья. Сейчас мы поговорим о редком аутоиммунном заболевании, которое наблюдается среди людей, получивших прививку Pfizer. И к нам присоединяется доктор Дорит Бликштейн, говорит ведущая. Шалом! Шалом, Сиван! Давайте поговорим, что обнаружилось в ходе ваших исследований, спрашивает ведущая. Речь идет о редкой болезни, вдруг возникшей в связи с прививкой Pfizer. Поясните это для нас, пожалуйста. Эта болезнь очень и очень редко, отвечает доктор. Аутоиммунное заболевание организм сам производит антитела. И в результате этого образуются маленькие тромбы в разных органах, мозге, сердце, легких, почках, сосудах и так далее. Говорится о болезни, которая в своей классической форме, редкое заболевание со смертельным исходом, 90% больных умирали. Сегодня с помощью современных методов лечения удается бороться с болезнью. И хотя есть сложные случаи, большинство больных выздоравливают и выходят из болезни своими ногами. Как вы поняли, что есть связь между прививкой и этой болезнью? Что побудило вас начать исследование, спрашивает ведущая. Болезнь очень редкая, отвечает доктор. В нашей стране бывает 2-3 случая за год в каждой больнице. В марте к нам стали поступать слишком много случаев, и мы спросили, почему? За один месяц была выполнена годовая норма. За один месяц. Совершенно нелогично. И тогда возник вопрос, что общего между всеми этими больными? И выяснилось, что все они были вакцинированы в промежутке от 5 до 28 дней. Это заставило нас задуматься, есть ли какая-то связь между этими чрезвычайными редкими заболеваниями и прививкой. Мы говорим о каком-то особенно возрасте заболевших, спрашивает ведущая. Большинство больных молодые люди, отвечает доктор, от 28 до 45 лет. В основном это были женщины, как и во всех аутоиммунных заболеваниях. Сейчас мы наблюдаем примерно равное соотношение заболевших мужчин и женщин. Это совсем не то, что мы могли наблюдать в обычное время. Мы знаем, что это не больные короны, но больные, получившие прививку по результатам стереологического анализа. Это зажгло для нас красный свет. То есть вот такой красный свет у них загорелся, и это побудило их исследовать. Давайте попробуем дать практические советы тем, кто нас сейчас смотрит, предлагает ведущая. В каком случае нужно бить тревогу, она спрашивает. Здоровые люди, которые после прививки начали страдать от головной боли, отвечает доктор. Головокружение, потеря речи, чувствующие давление в груди или боли в животе, нуждаются в немедленной врачебной помощи. Возможно, это не просто проявление побочных эффектов от прививки, но проявление редкого патологического заболевания. Я хочу добавить, что это происходит не только в нашей стране. На данный момент есть отчеты о такой же реакции на эту же прививку в Бельгии и в Италии. Только на прививку Pfizer удивленно спрашивает ведущая. Да, спасибо, отвечает доктор. Друзья, так вот, друзья, вы сейчас по факту уже послушали комментарии врачей, которые исследуют эти аутоиммунные заболевания, и они проводят свои исследования, и сегодня вы можете слышать их, что уже доктора бьют тревогу, для них уже красный свет, поэтому я не буду много комментировать по этому поводу. Я думаю, что все вы прекрасно все знаете по какой причине. Многих комментаторов уже забанили, заблокировали во всех социальных сетях и продолжают это делать, потому что они говорят мне удобную информацию. Поэтому я дал вам всю эту информацию, вы послушали перевод и выводы делайте сами. Хотите вы ли прививаться или не хотите, или вы хотите прививать себя, поэтому прежде чем что-либо делать, подумайте, взвесьте и следуйте для себя. А я в свою очередь, друзья, желаю вам крепкого здоровья. И в это именно последнее время нужно быть очень чутким, чтобы различать между добром и злом, что делать, а что не делать. И не поступайте легкомысленно с собой, со своими близкими, со своими детьми. Подписывайтесь на наш канал, мы вещаемся в YouTube-канале и на остальных платформах на Галиль.тв. Всего вам доброго из Израиля. С вами был Александр Шишкин, друзья. С вами был Игорь Негода.